В прошлый раз, когда я был здесь, здесь я отмечал это. Бог ничего не делает здесь на земле, кроме как через молитву. Я в это верю, но я также верю в другой момент, что наша жизнь здесь на земле — это жизнь молитвы. Она сама по себе является жизнью молитвы. Помните, когда пришли к Иисусу и сказали, «Друг твой умер», и Он воззапил, потому что Он любил Лазаря. Писание говорит, что Он страдал, Он скорбел внутри себя. Глубокая-глубокая скорбь была, и Он аж воззапил. И Он собрался и добрался до того места, и там Его встретили фразами, «Ну, ты пришел, но где ж ты был?» И помните, что Он вызвал Лазаря вперед, призвал его выйти из могилы. И Он, когда молился, Иисус сказал, «Я знаю, что ты меня уже услышал, но я повторяю это вслух, для того, чтобы они услышали». Есть молитвы, которые не все будут слышать и видеть. Аминь. Я помню, когда мой наставник учил меня молиться и разбираться в этом вопросе. Иногда я заметил, «Это не выглядит, как будто мы орем, чтобы получить что-то». «Что мы достаточно громкие, чтобы получить». Я помню, как Он молился, и потом «Все, свершилось». Отец услышал. Закончили. Ты можешь продолжать и видеть результаты. Нет, ты можешь идти и видеть уже результаты. Если Он сказал так, «Все, это свершилось». Он знал. Он знал, это было удивительно. Он чувствовал, когда вот через присутствие Божьего приходят ответы. А иногда, когда ты молишься, такое ощущение, как будто ты весь выворачиваешься наизнанку. И Он говорит, «Не кажется мне, что мы прорвались сегодня». Мы не прошли. И это удивительно, вот это чувствование тонкое. Аллилуйя. И мы должны учиться этому. Учиться у Отца вот этим взаимоотношениям, вот этой чувствительности. У моего наставника были очень близкие взаимоотношения с Отцом Небесным. И у него было два друга. Они служение свое распространили в разные места по миру. Они все из Англии были недалеко от Лондона. Один в Америке, теперь один в Новой Зеландии. Один был в другой стране, он уже отошел к Господу. Но они были очень близки к Богу. Они знали Папу. И за три месяца до того, как он умер, он получил имейл, письмо от своего друга. Прочти это. Папа мне сказал, что ты скоро уйдешь к нему домой. и прочитай это и заставь их прочитать это на твоих похоронах. За три месяца до своих похорон он получил это письмо. Вот как близко они ходили с Господом. Они знали Его, и Он знал их. И это доверие. И дело в том, что мы будем делать ошибки, вы будете делать ошибки. Мы будем делать ошибки, и вы будете совершать ошибку за ошибкой. Но помните, Бог Он не меняется. Он все еще Бог, и Он не без изменений. Вы можете совершить ошибку, но это не меняет того, насколько сильно Он любит вас. Это не меняет Его помыслов о вас. это не означает, что Он остановится работать с вами и через вас только из-за того, что вы допустили ошибку. Мы меняемся. Мы думаем, о, я больше так не смогу, я сделал ошибку, я упал. Мы свои же враги, мы себе же враги. Но Бог не наш враг. Он наш Отец, и Он любит нас. Аминь. Аллилуйя. Проблема в том, что мы не можем осознать и вместить то, насколько Он нас любит. мы не понимаем этой части. Мы знаем, как мы готовы судить друг друга. Когда кто-то допускает ошибку, мы рубим, мы судим. Или когда кто-то нам говорит о ком-то, кто совершил ошибку, мы судим. Иногда даже до того, как мы увидим этого человека, наша плоть, мы уже судим. Иногда в супермаркетах, в магазинах, когда Бог тренировал меня, я видел проблему прямо перед собой, между людьми. Я видел, как люди о чем-то спорили, и я, стоя за ними, принимал ту или другую сторону. Ммм, интересно. Ммм, а что будет дальше? И Бог меня так по плечику. Я призвал тебя быть миротворцем. Не тем, кто разделяет, не тем, кто говорит, о, ты прав, ты виновен, а тем, кто приносит мир, приносит мудрость, не суд. И вы знаете, да, что помышление о плоти всегда судить. Христиане судят христиан крайне сильно. Сделал ошибку, все, покойник. Ходатайство. Ходатайство. Даже, когда мы думаем, что никто не видит. Аллелуя. Бог сделал решение использовать человека, мужчину и женщину. Он полагается на нас, в том, что мы будем нести его в массы и так далее. Мы храм. Аминь. Любые другие башки и идолы в этом мире имеют свои храмы. Один раз, я был бы ездить с этим Индией. Да, он был в Индии. Я однажды ехал в Индии в такси с одним мужчином, который такую высокую касту занимает. И я задал ему вопрос, как же ты молишься? Он говорит, надо в храм. Если ты в проблеме, и вот ты в машине, ты в проблеме. Ты не можешь быть в этот момент в храме и молиться. Потому что нашим богам молятся только в храме. А потом ему попытался объяснить, что я живу с Богом вот в храме уже. Он живет со мной. Он никогда не оставляет меня, никогда не покидает меня. Так что если мы попадем в проблему, я могу к своему вызвать. Потому что вы несете Бога, поэтому вы содержите Его, так как вы храм. Это очень-очень важно, чтобы мы вот эту мысль держали перед собой. Халлилуйя. Халлилуйя. Мы должны осознавать, что Он может сотворить все. Он Бог. Он знает все. Он видит все. Но Он принял решение иметь семью. И мы Его семья. И Он хочет обитать с нами. Быть с нами, ходить с нами. И молитва это высвобождение Его. Истинное ходатайство это высвобождение вещей Его Царства, вещей Божьих. И я не верю в том, что вещи какие-то будут автоматически происходить. Но через молитву. Кое-что произошло в Штатах до того, как мы их покинули, чтобы приехать сюда. Это касается моего одного из духовных сыновей. Он его зять. женат на его сестре. И я посещал одного из своих духовных сыновей на моем пути в аэропорт. И как только я покинул его дом, ехала огромная пожарная машина напротив в мою сторону на меня ехала. Поэтому мне пришлось выехать навстречу. Чтобы маневр совершить, я подумала, если он так спешит, что-то серьезное случилось. у нас был шторм большой в Южной Каролине. И мой один из духовных сыновей, он пытался оттащить, спилить дерево, упавшее. И, короче, трактор полностью перевернулся и накрыл его. Он был внутри этого трактора. И трактор там, где белая футболка, это там он находился, вот в этом тракторе. И он перевернулся и он лежал. Жена, дети все стояли, смотрели, детки маленькие. И 14 человек пытались поднять трактор, не смогли. и эта пожарная машина наехала туда на помощь. А я сидел в своей машине и говорил, надо помолиться, там видно, кому-то плохо. И мы начали молиться. И через несколько минут я получил звонок и мне сказали, да, это один из твоих духовных сыновей, вот он там перевернулся. И это чудесная история, потому что он тысячу паундов весит. его там внутри не было. Он был синий, дыхания не было, он полчаса не дышал. И Хитта, мама, она делала искусственное дыхание рот в рот, чтобы хоть как-то вдыхнуть в него что-то, он не дышал. и жена была на коленях и молилась на языках, молилась в духе. И он очнулся, начал на языках молиться. Через полчаса им удалось его вытащить и самолетом, вертолетом отправили в больницу. Через два дня он вышел из больницы. Это случилось в пятницу, в воскресенье его выписали. Он сломал восемь ребер, но его выписали, он ходил, он в хорошем состоянии. Но ходатайство, подготовка, молитва, хождение с Господом, оно вот справляется вот с этим всем. И это Божьи времена, надо знать. У нас на бамперах в Америке иногда наклейку такую клеят. Бог в контроле над всем. да, но Бог в контроле настолько, насколько ты позволяешь Богу плыть через тебя, действовать через тебя, через своих людей. Есть вещи, которые все еще продолжают происходить, и они нехорошие. Каждый день людей убивают, людей застреливают. Каждый день и я не могу сказать, что все это Бог. И это останавливается, когда Божьи люди высвобождают Бога, высвобождают Его мир, Его благословение, когда они призывают небеса на землю. Твое царство да придет, твоя воля да исполнится, высвобождают это. Молятся о мире над Иерусалимом, о мире над Иерусалимом. И Писание говорит, просите меня. Возвращаемся к первому месту Писания, которое мы читали, просите меня, Иерусалима. Вы дети, и вы должны его просить. Вы просите о защите над своей семьей, о защите над своим городом. Благословение просите на город, на всю страну свою. Врагу вы говорите, нет, ты не можешь пересечь границы, оставайся снаружи, и вы молитесь. и вы высвобождаете молитвы за Одессу, за город. О, Господь, молись через меня. Я доступен, я открыт. Молись через меня, Господь, взывай. Вот так это работает. Бог через человека. И мы представляем Его здесь. Мы отображаем Его здесь. Мы являем Его здесь. Образ Божий. Мы хотим, чтобы враг видел Христа. Когда вы отображаете по-настоящему Христа, и враг приходит в ваш дом, а он говорит, а, нет, 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 тут Христос, не войду. Вы не побеждаете дьявола, я не побеждаю дьявола, Христос победил его. Он победил его, он побил его. И он показал ему открытый ад ему. И все власти, все знают, что Христос он тот единственный. Все власти духовные, да, они признают, что Христос он тот единственный. Он победитель. Когда мы являем собой Христа, тогда дьявол боится. Тогда он понимает, что он в проблемах. Когда я показываю ему себя, свои знания, свои молитвы, ему все равно. И что? у вас что, есть степень? У вас есть, вы закончили библейский колледж? Когда дьявол придет в ваш дом, покажите ему дипломчик библейского института. А, я вон ходил в библейский колледж. Ты должен уходить, потому что у меня степень. Я уже магистр, я уже магистр библейских наук. Это не то, как это работает. There's a story, there's a story. This man from the city, he come to collect the tax. The city tax. Пришел человек, он к налоговой, где налоги собирают. And it's at the edge of the city where they have the cows, you know, these cows. И где держат коров там за городом. And the man says, hey, I'm here to collect. Я вот налогосборщик, я пришел налоги собирать с вас. And the lady said, oh, I'm sorry, my husband, he is on the other side of the field, you have to go over there. И женщина говорит, прошу прощения, мой муж вот там, на другом конце поля, вам к нему. И этот налогосборщик в красивом галстучке, красничком, костюмчике, перелазит через заборчик и уходит через поле, там, где коровки в туалет ходят. И он по этим минам топает через все поле к человеку. и вот кое-что. И он смотрит, и там бычок, такой готовый уже. И бычок начал как нему и мужчина пытался спастись бегством. А женщина с крыльца кричит ему, покажи ему бумаги, покажи ему свои бумаги. Так же, к сожалению, я вижу некоторых христиан, которые дьяволу пытаюсь показать свои бумажки. Для дьявола это все равно. Это все равно для него. Но если у вас есть взаимоотношения с отцом, если вы через что-то проходите, когда разрывается ваша плоть, когда вам больно, когда у вас болит, когда вы разрываетесь, когда вы разорвете меня, вы только можете Христа увидеть, потому что Христос живет у меня. Чем больше ваша плоть умирает, тем больше враг может увидеть в вас Христа. Он может увидеть Христа. И с этим нельзя запутаться. он знает, что Христос его победил. Он всегда, каждый раз. Не может быть. Это мои молитвы такие, а, ну, быть, ну, надеюсь, но Христос победил его наверняка, однозначно. поэтому я хочу умереть, я хочу, чтобы был виден Христос через меня. помните это местописание, что оружие военствования наше сильны не против крови и плоти, но против мира, правителей и тьмы века сего и духов поднебесной и всех остальных властей. Адам имел эту власть, потому что он был образом Божиим, он был похож на него. Он был сыном. И животные подчинялись ему. Но когда он переступил эту линию и сделал то, что Бог ему не повелевал делать, он потерял вот это. И единственный вариант, как получить это назад, это только через Христа. Он единственный. Он только тот, кто может соединить нас вместе между нами и Отцом быть. И ключевой момент, вы здесь должны запомнить, что мы представляем Его. Мы представляем оригинальный подлинный план Божий. Небеса они Господни, земля, он дал ее человеком. Он поместил сюда человека и сказал, владычествуй, управляй землей. То есть, имей власть над ней. мы знаем, что человек отдал эту власть добровольно, что он потерял ее. Давайте глянем на это. Бог дал землю Адаму, человеку, в бытие. И так как это была уже земля Адамова и он имел власть, у Адама было это право отдать ее. Это было его право. Он отдал правление над землей дьяволу. Он сам отдал правление над землей дьяволу. Один человек Адам отдал это дьяволу. И мы знаем, что один человек, именно человек вернул ее назад. Один отдал, один забрал назад. Один человек отдал жизнь, другой приобрел ее. Here's the two scriptures, if you're taking scriptures. Genesis 1, 26-28. God said, let's make them in our likeness and let them have dominion over the earth. Let Adam rule. Let him rule. and heaven is the Lord's and the earth is men's is Psalm 115 verse 16. You might want to look at that. One which verse? Verse 16. No. No. And which what's written? The heaven, the heavens is the Lord, but the earth is given to the children of men. Но есть Псалом, где написано земля, она Господня, но небеса Господня, а землю он дал народам земли. Okay. 100 мы не можем в английском это должен быть 115, и у нас почему-то его нет. 115 or 16 in your Bible. 115. 115. Verse 16. No. It's different. Okay. Это 113 Псалом. Сейчас скажу. 24 стих. 113 24. Небо Господу, землю он дал сынам человеческим. Okay. I found it's 113 in an hour. Okay. 113 Wow. We'll try to check these tomorrow before I'll give it to you. Okay. So, here's Jesus. He's going through fasting. And He's in the And He's in the 40-day fast. And here comes the devil. And here comes the devil. And here comes the devil. And he says to him, hey, he says to him, послушай, I'll give you power. All this power. D allerdings when you serve me, I'll give you power. I'll give you power. I'll give you power. That's how the world works. That's how the witches work. That's how the witches work. as the Pioneer NGO works. works. The the bure these all individuals. работает. Послужи мне, и я дам тебе силу. Я сталкивался очень-очень-очень много и часто с ведьмами и колдунами. Очень много. Позвольте мне кое-что вам рассказать, потому что это случилось с того времени, как я вас видел последний раз. 20 лет назад у нас в Южной Каролине было место, куда ведьмы приходили для получения спасения и освобождения. Их приводили в церковь. И мы молились молитвой освобождения за них. Потом мне звонит жена моего епископа. Они живут пять часов езды от нас. Пять часов езды. Она в тюремном служении женщинам находится, жена. И она говорит мне, сегодня была в тюрьме, встретилась с колдуньей. Она, эта колдунья, путешествовала по всем штатам и убивала людей в каждом штате. И эта жена, священник, и сказала, эта женщина меня пугает. И говорит, я верю, что она мне про эти убийства рассказала правду. Поэтому я ей дала твой номер и твой адрес. Потому что она вот скоро должна выйти из тюрьмы и она к тебе придет. За три недели до этого звонка я работал на пляже и я увидел молодую маму с ребенком на улице. и я привел их к себе в дом. Моя жена имеет много наград на небесах, потому что я всякого-всякого привожу домой. Иногда у нас до 12 человек живет с улицы у нас в доме. Больше я так не делаю, но делал это очень много лет. Я привел эту девушку домой. Моя жена начала с ней общаться. Она танцовщиста. Была стриптизершей. И она говорила моей жене, моя мама колдунья. Она убивала людей. Мы пять часов езды от моего епископа дома. От дома моего епископа. И эта девушка это была дочка вот той, которой дали мой телефон номер. Я говорю, Господь, что ты делаешь? Женщина эта вышла из тюрьмы, колдунья, приехала домой. И недалеко она от нас жила, где-то 45 минут ездить. И эта молодая девушка с сыном говорит, слушай, мне надо маму выпустили из тюрьмы, мне надо у нее кое-что забрать мои вещи. Подвезешь меня к ней? Как только мы подъезжали, женщина выбежала из дома и начала тыкать в меня пальцем. ты изгнал бесов из моей дочери, но из меня ты их не выгонишь. Я подумал, ого, ну-ну. Мы поговорили, мы были готовы уехать, а эта женщина стоит прямо рядом с нами. И я сказала, ну что, помолимся? И она, не прикасайся ко мне. Я сказала, хорошо. А я посмотрел в глаза. И я сказал ей, посмотри в мои глаза, там тот, там есть тот, кто смотрит сейчас на тебя и он любит тебя. И с сегодняшнего дня твоя жизнь изменится. Она сказала, хорошо, хорошо. Мы помолились. Когда мы молились, она начала брать меня за руку. Никогда не исповедовала 20 лет. Она не исповедовала Господа, не помолилась. 20 лет спустя, в этом году, вот после того, как я вас видел в прошлый раз, мне позвонили. Моя мама в больнице. Она умирает. И она просит тебя, приди, помолись за нее. И эта колдунья отдала свое сердце Христу. 20 лет. 20 лет. 20 лет. Иисус любит людей. Милостью. У Него столько милости. Если вы посмотрите на эти истории, вы вкусите милость Божью. Мы все говорили, да она покойница, она вообще, она мертвый человек, безнадежный. Люди годами спрашивали, ну так что с той женщиной, ну так что с той женщиной, я ничего не знал. Вы никогда, может, и не узнаете, вы должны быть только посланниками. Вы просто приносите Христа, Христос являет себя, открывает, и дальше вы не ответственны, а то примет человек или нет. Два года назад я делился на конференции, недалеко от тех горной местности, где епископ живет. И отдельная такая часть была, где я говорил в одном вечере о ходатайстве и о освобождении. И комната была просто напакована людьми. И две женщины даже спали, по-моему, в конце комнаты. И они ходят в эти наркопритоны. Они вытаскивают человека с наркотиками и приводят таких людей. Я закончил свое учение, и тут они вперед всех вытаскивают такого наркомана, которого они в очередной раз притащили. И они сказали, вот, на, делай свое ходатайство тут и свое освобождение, как ты учил. И мы помолились. Нет проблем. Мы помолились. Ничего не произошло. Ничего не произошло. Никакого огня, ничего не произошло. Но я посмотрел на этого человека. И я сказал, сегодня Иисус тебя освободил. Сегодня твой день. Если ты возьмешь это, ты будешь свободным. Он сегодня освободил тебя. Тебе надо решить, принимаешь или нет. С нашего прошлого приезда сюда, я посетил то место снова. И я зашел в эту церковь, и там шеф полиции. И он представляет меня человеку. И он представляет мне, говорит, вот настоящий муж Божий. Они прямо в тюрьме там крестят кающихся парней. И он представляет, говорит, а вот его помощник. Он пастырь в тюрьме. Он капелланом. И я говорю, ну очень приятно с вами познакомиться. А этот мужик говорит, ты что, не узнаешь меня? Он говорит, так я что-то наркоман. И теперь я пастырь в тюрьме. Один год спустя. Он пастырь. И капеллан. И это очень сильно. Но это Бог. Он хочет освобождать людей. Но он должен добраться туда, через вас, посредством вас. Вы должны донести его туда, где он хочет быть, а не туда, где вы его хотите видеть. Многие хотят сделать что-то для Бога. Но не с Богом. Но с Богом, именно с Ним, все возможно. Вы можете делать все. Мы не приходим и не берем так, о, я взял Иисуса, и теперь тыдыщ, тыдыщ, тыдыщ. Он человек. У него есть сострадание. Он Бог. У него есть любовь. У него есть милость. Благодать. И он хочет проистекать этим через вас. И это есть ходатайство. Это мы, которые проживаем с Ним, чувствуем это. Понимаем вот эти чувствования Божьи. Мы их понимаем и чувствуем их, переживаем их. Я не могу прийти к кому-то и сказать, о, я понимаю, как ты себя чувствуешь. У меня есть один духовный сын, и с ним кое-что там происходит сейчас. А у меня слов нет. У меня нет ни одного слова для него. Я только прихожу к нему и обнимаю его. И говорю, люблю тебя любовью Христа. Он хороший муж Божий. Он любит Бога. У него хорошая церковь. Но его сын, у него три дочери и один сын. 16-летний был парень. Я знал этого мальчика с тех пор, как он родился. Я пророчествовал над его супругой даже до того, как она забеременела и говорил, у тебя будет мальчик-первенец. Я знаю его очень хорошо. И когда мальчик подрос и стал подростком, он начал проповедовать везде. Он проповедовал в школе, в церкви. И он приводил ребят к Богу, к Богу ребят разных, и вот привел одного парня. Он из плохой семьи. И парень начал дружить с ними. Он даже до четырех дней в неделю он кушал, питался у них в доме. Он стал как часть семьи. И вот три месяца назад все были на заднем дворе. И парень был приемный, так сказать. И у него огнестрельное оружие было в руке. И он баловался и направил на этого парня, который привел его ко Христу. И парень говорит, уж прекрати это делать. А этот парнишка говорит, там нет пуля, оно не заряжено. И он снова направил на парня, выстрелил, снес ему пол лица, и парень погиб. И он убил его. Он был мертвым. Прямо на глазах отца. Он подбежал, держал его, но там не было ни лица, ни ничего. И у меня нет слов. Что я могу сказать? Что я могу сказать? Могу ли я произнести фразу, ой, я знаю, как ты себя чувствуешь? Только Христос знает, и только Бог знает. И только Бог дал ему этого сына. И как ходатай вы будете часто сталкиваться с такими ситуациями, когда вы не сможете прийти к людям и сказать, ой, я знаю, как ты себя чувствуешь. Но то, что вы можете делать, это знать того, кто знает все эти переживания. Это наша работа. Наша работа — знать того, кто пережил все. Я не знаю, как вы себя чувствуете, но Христос знает. Отец знает. Отец знает, что такое потерять сына. Вот это я знаю. И он... Это прикоснется, вот те чувствования через вас, они прикоснутся и к вам, и к человеку. И я могу это сказать только потому, что я знаю его. И я сказал ему, ты будешь знать Бога просто глубже и глубже и глубже. И ни один мужчина, ни одна женщина не может, которые не пережили этого, сказать, ой, я знаю, что такое потерять. Моя духовная мама, я надеюсь, что когда-либо она приедет со мной сюда. Она потеряла восьмерых детей. Она знает. Она знает. Аллелуя. И она знает одного, который исцеляет. И он только может исцелить нас через это. Ни один человек не может принести исцеление. Но человек Иисус Христос, тот, которого вы несете людям, тот, которого вы храните внутри, он знает. И наша ответственность — это познавать Его, общаться с Ним. И познавать Его. Как Павел говорил, я хочу познать Христа. Я буду общаться с Тобой даже в страданиях. И я буду... Ко мне... Ко мне прикоснется вот это через это. И я буду знать Тебя. Я познаю Тебя. И это, как ходатай, наша задача — идти к Нему и познавать Его, учиться через обстоятельства. Я могу не знать всех обстоятельств, но я знаю Того, Кто сможет удержать все. Аминь. И вы высвобождаете Его. Вы высвобождаете Христа в любую ситуацию, обстоятельства. И тогда любовь и вот эта исцеляющая, так сказать, бомба может взорваться и излиться любовью и исцелением в жизни. И это наша надежда. Аминь. Я благословляю вас. Я молюсь о том, чтобы Бог вложил вас, вкладывал вас, чтобы ваши сердца бились в унисон с сердцем Христа. Чтобы вы были в огне для Христа. И чтобы вы познали Его таким образом, который превышает всякое ваше понимание, что есть больше. И что Он есть Царь и Господь. Всех Царей и Господь. Он Царь Царей, Господь Господствующий. Мы Цари, но Он Царь. И Он Господь Господствующий. Аминь. Благословляю вас. Аминь. Хорошего вечера, безопасной дороги домой. Пусть ангелы служат вам сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова